Более полутора миллиона объектов в Дагестане должны получить качественную и справедливую кадастровую оценку до конца 2019 года. Большую часть работы проведут муниципалитеты. Курсы повышения квалификации специалистов на местах прошли в Махачкале накануне. Программа завершилась в пресс-конференции, на которой побывали и наши корреспонденты. Вторая часть работы в командах прошла с участием представителей Росреестра и Минэкономразвития России и местных властей, собравшиеся обсуждали актуальные вопросы, связанные со спорными моментами, которых немало в предстоящей работе по кадастровой оценке земель сельхозного значения, объектов капитального строительства и земель населенных пунктов. Федеральным законом предусмотрены в том числе мероприятия по публичному размещению, в котором указываются объекты, можно будет найти свой объект по кадастровому номеру и подача замечаний об исправлении тех или иных ошибок, если они возникли в рамках подготовки отчета. Для населения что это даст? Это как бы ясность даст. Сегодня половина имущества у нас имеет инвентаризационную стоимость, половина – кадастровую стоимость. А уже с 2020 года все объекты недвижимости уже будут иметь свою кадастровую стоимость. На пленарном заседании представители городов и районов говорили об эффективности такого формата мероприятия, работа в группах и командах, решение практических задач и обмен опытом. Хочу поблагодарить руководство Республики Дагестан за организацию мероприятия в таком формате, то есть как все муниципалитеты собрались вместе и обсудили общие проблемы, которые являются важными для всех нас. Очень важно, что каждый из нас смог донести руководству Республики наши мысли, предложения, наши опасения. Не было бы даже тех кадастров, не было бы никого, муниципалитеты в любом случае должны были бы участвовать в этой работе, дабы вся налогооблагаемая база была рациональной, потому что от этой кадастровой оценки зависит как раз-таки рациональная, адекватная налоговая база нашего населения. Более миллиона 600 тысяч объектов должны получить кадастровую оценку до конца 2019 года. На заседании была обозначена ведущая роль муниципальных властей в реализации этой задачи. Коллеги, я вас очень прошу, я всё-таки хочу, и я всё время это буду повторять, и в сфере образования я это говорила, вы наше профессиональное сообщество. Вот мы должны с вами советоваться, а вы нам должны говорить, что получается, что не получается, что поправить. Но вы сможете им стать, если вы будете хорошо погружаться туда, в глубину вопроса. В завершение программы встреча со СМИ. Во время беседы за чашкой чая организаторы ответили на вопросы журналистов и представителей муниципалитетов. В частности, поступил вопрос об актуальности проведения рабочих встреч на местах. Эта работа ведётся уже второй год, ответил министр по имущественным и земельным отношениям. В прошлом году поставили задачу, поставили задачу, были созданы рабочие группы, и мы кроме этого и сейчас ездим. У нас один день даже не получается выходной, потому что мы суббота, у нас всегда куда-то выезд. Мы ездим по муниципалитетам, ездим, мы всё изучаем, мы с людьми общаемся. На пресс-конференции говорили о своевременности наведения порядка в этой области, о возможностях решения кадрового вопроса в кадастровой службе и о многом другом. Что касается поставленной задачи, вице-премьер в её выполнении не сомневается. Мы сейчас подключили абсолютно всех помощников. Работаем, как вы видите, с методологами. У нас сейчас работают ребята из Севастополя, Мурманска, сейчас подключается Омск. Они все работают со своими экспертами, со своими базами данных, которые обрабатывают массивы. Нужно понимать, что такое ГКО. ГКО – это метод обработки больших цифр. То есть это просто работа программного продукта с правильными настройками. Мы считаем, что работа выполнима, но только в том режиме, если мы будем полностью глубоко, как одна команда, работать с муниципалитетами. Приглашённые специалисты высоко оценили потенциал дагестанских коллег. И выразили уверенность, что предстоящий объём работы республики по плечу. Все, хоть и очень усталые были, но, очевидно, были уже заряжены новыми идеями, новыми знаниями. За один день переварить такой объём информации и уметь эту информацию воспроизвести, дорогого стоит. Спасибо вам большое. Организаторы поблагодарили Университет народного хозяйства за предоставленную для работы площадку. Подобный курс повышения квалификации уже по налогам пройдёт здесь через две недели. Что касается кадастровой оценки земель, руководством республики задачи составлены не только по объёмам, но и по качеству. Кадастровая оценка не должна превышать рыночную и должна быть признана справедливой всеми участниками процесса. Бария Тубрынская, Саид Кутиев. Время новостей.